всем привет с вами вновь анастасия мы продолжаем серию видео уроков для подготовки к егэ по русскому языку и сегодня я разбираю для вас как делать второе задание это вторая второе видео к этому заданию но прежде чем я начну я хочу ответить на ваш распространенный очень ваш ко мне вопрос знаю ли я еще такие каналы на ю тубе которые где репетиторы готовят к другим предметам кроме русского и мой ответ да прекрасный канал есть виталия гасиева для подготовки к егэ по обществу знанию в простой доступной и удобной и понятной форме маленькие видеоролики смотрите и готовьтесь ссылка конечно же будет в описании к этому видео подписывайтесь на канал и смотрите и сдавайте егэ на высокие баллы и и вернемся наконец ко второму заданию во втором задании вам будет предложено вставить пропущенное слово и не просто вставить а будет указана конкретная часть речи какие-то части речи я разбирала в первой части но там были далеко не все и поэтому в принципе вот так родилось и вот это вот видео и так разбираем если вас просят вставить производный предлог что такое производные предлоги мы привыкли что обычный предлог так над под они выглядят такие коротенькие а производные предлоги так называются потому что они пришли произошли от различных частей речи путем слияния или переходом из одной части речи в другую и так слово в виду в слитном написании это производный предлог вокруг впереди в течение в продолжении в течение в продолжении будем писать раздельно с В, и это производные предлоги. Вследствие, если вследствие написано одним словом на конце Е, то это будет производный предлог. Кроме, около, между, из-за в дефисном написании, после, прежде, против, благодаря, согласно, вопреки, соответственно, сквозь, несмотря на, в соответствии с, в связи с, в силу, через, в заключение. В заключении тоже раздельно. Это производные предлоги. Если вас просят, вставьте на место пропуска производный предлог, вы, конечно же, внимательно читаете предыдущее предложение, потом внимательно читаете предложение, в котором просят вставить пропущенное слово, и лишь потом вы выбираете какой-то подходящий производный предлог, если требуется и он. Дальше, наречия также могут встретиться, и наречия, но не все наречия, конечно, здесь могут встретиться, и наречий очень много, это большая группа слов, но я выписала именно те наречия, которые с моей точки зрения могут попасть именно во втором задании, то есть, чтобы не загромождать вас лишними, вот, лишней теорией. Могут встретиться, я считаю, это мое личное мнение, указательные наречия, здесь, там, туда, оттуда, тогда, тут. Это указательные наречия. Дальше, неопределённые наречия, они пишутся через дефис. Где-то, куда-то, где-нибудь, кое-где, кое-как. Дальше, вопросительные наречия, где, куда, когда, зачем, как, почему. И отрицательные наречия, это нигде, никуда, негде, никогда. То есть, если вас просят найти, то есть, вставить вместо пропущенного слова какое-то наречие, скорее всего, я не утверждаю, что 100%, но самая высокая вероятность, что именно будет вот из этих какие-то наречия. Ну, конечно же, всё зависит от контекста, это разумеется. Дальше. А также могут попросить вставить местоимение. И давайте разберём с вами классификацию местоимения. Несмотря на то, что эта классификация местоимения уже приведена в одном видео, в одном из предпоследних в тесте, где требуется указать связь предложений. Допустим, какое предложение связано с предыдущим при помощи там какого-то местоимения. Но, тем не менее, я считаю, что не лишним будет повторить эту информацию ещё и здесь, для второго задания. Итак, местоимения можно разделить на несколько разрядов. И они, в принципе, не можно, они делятся на несколько разрядов. Во-первых, это личные местоимения. Что значит личные? Личные местоимения означают какое-то конкретное лицо, поэтому они так и называются. Личные местоимения – это я, ты, он, оно, она, они, мы, вы, они. Да, второй раз. Возвратное только лишь одно себя, как бы действие возвращается на себя. Вопросительные и относительные местоимения будут абсолютно одинаковые. В чём между ними разница в том, что какое по интонации будет предложение. Если предложение вопросительное, значит, местоимение, находящееся в нём, будет вопросительное. И, соответственно, если стоит в конце предложения точка, то это будет относительное местоимение. Итак, что же это за местоимение? Кто, что, какой, чей, который, каков, сколько. Следующая группа – это неопределённые местоимения. Это нам пригодится ещё при решении задания с слитным раздельным написанием «не». Что за неопределённые местоимения? Почему так они называются? Потому что мы так говорим, когда мы не можем точно определить. Это, например, местоимение «некто», «нечто», «некоторые», «несколько», «кое-кто», «кое-что», «кто-то», «кто-нибудь», «кое-какой», «какой-то». Отрицательные местоимения – это следующий разряд. Отрицательные – они так называются, потому что мы отрицаем. Никто, ничто, никакой, ничей, некого, нечего. Следующая группа – это притяжательные местоимения. Что значит притяжательные? Это значит «кому-то принадлежат». То есть этот предмет, который мы называем, он кому-то принадлежит. «Мой», например, «мой карандаш», «твой», «ваш», «наш», «свой», «его», «её», «их». Указательные местоимения, когда мы можем прямо конкретно указать. Помним, что есть еще и указательные наречия, да, только что я говорила. Местоимения «тот такой», «этот таков столько». Это указательные местоимения. И определительные местоимения называются так потому, что они отвечают на вопросы определения «какой», «какая», «какие». «Весь всякий», «сам каждый», «самый», «любой», «иной», «другой». У меня два раза здесь написано слово «сам». Вот это классификация местоимений. Другие части речи были мной разобраны в первой части видеоурока к заданию 2. То есть где просят вставить какое-то слово пропущенное, указывают часть его речи. Еще здесь могут попросить поставить вводное слово или вводную конструкцию. Про вводные слова я подробно говорю, когда мы разбираем задания вот с обращениями и вводными словами при запятых. Там такое есть. Обязательно я ссылку на это видео поставлю тоже здесь же в описании к этому видео. Ставьте лайк, если видео оказалось полезным, информативным, помогло вам. Ставьте дизлайк, если видео никак не помогло, было бесполезным. Вы потеряли 10 минут своей жизни. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить все важные актуальные видеоролики. Также смотрите плейлист ЕГЭ-2019, где есть видеоуроки ко всем абсолютно почти, ко всем заданиям из ЕГЭ. А также приходите ко мне на марафоны. У меня есть своя онлайн-школа, где мы готовимся, мы учимся писать сочинения. И скоро стартует марафон по тестовой части. Это я делаю впервые, поэтому я немножко волнуюсь, но тем не менее я буду вам всем очень рада. Также подписывайтесь на мой инстаграм, где в сторис я публикую веселые картинки, опросы и так далее, чтобы вы легко, просто просматривая сторис, обучались русскому языку. Легко и играючи, и в привычной для вас форме. А с вами была Анастасия. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok